Всем привет, мои хорошие! Купила я кабачки и решила приготовить два блюда из кабачков. Один кабачок у меня пойдет на холодную закуску, второй кабачок у меня уйдет на первое блюдо, это будет овощной рагу, но приготовлю его с мясом. Холодную закуску такую я уже давно не готовила, но она мне очень нравится, и я хочу поделиться с вами этим рецептиком. Пока у меня мясо размораживается, мясо пойдет на первое, я сейчас первым делом приготовлю холодную закуску. Помимо кабачка нам нужно будет зелени немножко, зубочек чесночка и один помидорчик. Еще, девочки, понадобится нам немножечко муки, растительное масло, и вот зелень, чеснок я уже приготовила. Зелень нужно мелко нарезать, чеснок раздавить, мелко покрошить. Меленько режем зелень. Я взяла петрушку и укроп. Чесночок раздавим. И меленько тоже его порежем. Можно выдавить его в чесноковыжималке. И все это вместе смешаю, вместе чуть-чуть еще поизмельчаю. Теперь я все это уберу в мисочку пока. Дальше мы будем кабачок резать примерно по сантиметру, кружочки по сантиметру. Сложим эти кружочки в мисочку. Посолим сейчас все это. Солить надо буквально перед жаркой, чтобы сок оно даст, чтобы не сильно выдало свой сок. Отложим пока. И помидорчик. Если помидорчик маленький, кружочками режьте его. Если он большой, то тогда можно его порезать полукружочками. Ну, такими толщиной где-то 0,5. Не толстые. Ну, вот так вот нарезала помидорчики. Теперь включаю сковороду. Я налила в сковороду масло. Ну, теперь, девочки, кабачки вот так обмакиваем в муку, чтобы они закупорились и были сочными внутри. Ну, это надо будет обжарить нам с двух сторон, ну, пока они не станут мягкими. Так, посмотрим. Ну, вот, подрумянились с одной стороны, перевернем. Примерно 2-3 минуты на каждую сторону. Так, ну, все, теперь оно готово. С двух сторон оно уже обжарилось. Вилочкой пробую, не твердое, значит, уже готово. Выкладываю я все это в сковороду, не в сковородочку, в кастрюльку маленькую. Почему в кастрюльку, узнаете позже. Положу сразу второй заход. Всяик. Ну, рекомендуйте. Ну, в кастрюль. Ну, все, конечно. Ну, которые сейчас говорят. девочки вот так вот я разложила кабачки вот здесь на одним слоем и теперь нужно на каждый кабачок насыпать немножечко зелени зелени с чесночком по чуть-чуть но распределить надо так чтобы хватило еще на второй заход еще вот я зелень разложила и теперь на каждый кабачок положить надо по кусочку помидорчика закроем вот это как бутербродик сделаем как сэндвич вот так сверху положим второй слой который у нас жарится сейчас ну вот смотрите какая красота получилась пахнет очень вкусно уже кстати можно было бы есть такое но я люблю когда помидорчики немножко будут помягче поэтому я чуть-чуть добавлю сюда где-то пару столовых ложек вот наверное водички раньше я сюда ложила кусочки сливочного масла но я думаю что жирности уже достаточно поэтому чтобы слишком жирное не было просто чуть-чуть водички закрою крышкой и немножко потушить минут 10 можно на очень слабом огне кстати у меня спрашивали почему я не готовлю мультиварки которая у меня была белая готовлю мульти кухне потому что здесь больше возможностей и так как у меня например старая сковорода уже все сдохла я могу жарить здесь и вот даже я попробовала сейчас думаю получится ли не получится поставила режим тушения и вот все прекрасно тут тушится у меня слабом огне сейчас пропарится и готово блюдо буду готовиться пока ко второму блюду ну для овощного рагу нам понадобится мясо чтобы оно было сытным я готовлю с мясом можно готовить без мяса вообще постная можно все просто протушить и все ну в общем я буду показывать как готовлю я мясо сейчас порежу меленькими кусочками картошечки немножко луковица морковка кабачок когда кабачков много можно сделать меньше картошки и понадобится также зелень болгарский перец лавровый лист соль немножко растительного масла готовить я буду это все в мульти кухне в чаше и сейчас добавлю сюда немножко растительного масла и уже порежу положу туда мясо мясо морковка и лук все это вместе на режим жарка мы отправим на 10 минут мясо я нарезала вот такими небольшими кусочками масло налила включая режим жарка и сейчас быстренько туда нарежу добавлю морковку и лук на морковочку мы режем как обычно соломкой как вы обычно на суп привыкли ну и также лук вот так соломочки нарежем можно резать как угодно честно говоря мне кажется форма не имеет значения хоть кубиками режьте ну вот так вот вот соломочка нарезала принципе можно и кубиками и и закидываем туда к мясу в общем режим жарка 10 минут а пока надо порезать картошку кабачки овощи остальные кабачки кубиками картошку кубиками можно крупными можно средними примерно такими ну вот режим жарка 10 минут уже прошло я туда сейчас закидываем картошку с кабачками вот так вот кубиками порезала и все уже вскипятила чайник и залью это все водичкой сейчас воды я обычно наливаю так чтобы она просто прикрыла чуть-чуть появилась водичкой все потому что кабачки сами сок еще дадут вот я вижу водичку достаточно она усядется я не люблю слишком жидкое вода уже видно так можно сразу посолить я возьму вкусную соль я ее очень люблю 7 блюд беру вкусную соль 7 блюд она мне очень нравится на все блюда подходит так хватит можно закинуть туда лавровый листик болгарский перчик можно закинуть сейчас у меня в морозилке есть болгарский перчик я его сейчас порежу но это можно уже крышкой закрыть поставить режим тушения не знаю на час на 40 минут в принципе на час поставлю там буду уже смотреть может быть раньше выключу вот я нарезала болгарский перчик у меня кстати был один замороженный еще половинка свежего болгарский перец очень люблю в этих блюдах потому что он дает просто нереальный аромат и лавровый листик закинула сейчас еще немножко перчика поперчу ну все осталось закинуть уже в конце зелень на зелень я буду закидывать уже за пять минут где-то до конца приготовления сейчас это все пустушится закрываем крышкой все и ждем пойду заниматься пока другими делами ну все мои хорошие осталось 8 минут я порезала зелень немножечко зеленого лука петрушка укроп и отправляю все это сейчас туда и потом еще три минутки и выключу я все это сейчас перемешаю закрою крышкой главное чтобы мясо приготовилась картошка на само собой приготовиться все остальное тоже все еще три минуточки покипит и выключаем ну вот такие два блюда умеет кабачков получились но пока у меня соус еще соус или овощной рагу как хотите называйте еще горячее остывает пока но я хочу попробовать вот эти вот красивые правда я кстати люблю это блюдо есть вообще с холодильника холодным даже ну вот на закусочку на стол даже на праздничный стол прекрасно подойдет вот такое блюдо из кабачков сейчас попробую вкуснятина сейчас все это я съем вместе с соусом все это съем очень вкусненько девочки попробуйте вам понравится но на этом я хочу свое видео закончить кому видео понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал кто не подписан и до новых встреч пока пока а 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 Продолжение следует...